Дорогие телезрители, дорогие соотечественники! Мир меняется на наших глазах. Молдова не оторвана от мира. Мы как та щепка в водовороте событий, но щепка особая, которая хочет выплыть. Для этого надо знать, в каком мы водовороте и куда нам надо плыть. Для того, чтобы немножко разобраться во всех этих перипетиях современного мира, современной экономики, политики и дипломатии, мы пригласили нашего доброго знакомого Валерия Асталепа. Приветствую вас! Рад видеть вас, Валерия. Я надеюсь, что немножко мы подразберемся, что происходит в мире. Итак, что происходит в мире? Я так понимаю, что эта передача у вас навеяна последними событиями, связанными с США. В первую очередь, так как избрание президента, его первые решения. И он практически каждый день уже в первых страницах газет своими необычными, как многие считают, решениями. Конечно, это будет иметь влияние на структуру мира. Это раз. Второе, конечно же, безусловно, я подозреваю, что вы имеете в виду те изменения, которые нас ждут в этом году. Не только в связи с избранием нового президента, но и с тем, что, как вы правильно заметили, этот водоворот экономический и политический просто как сейчас уже продолжаться не может. Это мы все объективно понимаем. Это было понятно еще год назад. Но не всем. Вообще всем мало что понятно. Уже в прошлом году было понятно, что вот эта европейская политика в связи с выходом Великобритании из ЕС, все эти разговоры о какой-то новой армии, у них есть НАТО, они разговаривают почему-то о новой армии, о том, что Путин не сегодня-завтра нападет на них, о том, что самые главные медийные ресурсы США атакуют в начале кандидата, а потом уже избранного президента, эти протесты в больше чем 80 странах мира против нового президента США. Мы видим, и я абсолютно согласен с вашей формулировкой, что на самом деле начинается, это только начало, но будет длиться довольно долго, определенная реконструкция мирового порядка. И, конечно, для тех, у кого есть время над этим задумываться, интересно попытаться разгадать этот сценарий и с точки зрения теории, ну и как это скажется на нас. У меня объяснение очень простое, мы не раз говорили на ваших передачах, что экономический международный правопорядок себя исчерпал в прежнем виде, в моем понимании это закончилось примерно в 2013-2014 году, апогеем были события в Украине и в Сирии, потому что пошли они не по тому сценарию, по которому задумывались, но если бы они пошли согласно плану, то, думаю, что никому бы хорошо бы не было, это точно. То есть система чихнула и дала сбой, и это был уже знак того, что времена меняются. И когда в 2014 году стало понятно, что больше правил международной политики нет, а именно тогда это стало четко понятно, то с тех пор начали происходить перегруппировка сил, а я говорю главным образом о финансовых транснациональных компаниях, о людях, которые владеют миром, и о том, что нужно не только придумывать новую формулу развития экономики, но и переходить уже к новой политической системе, в том числе международной. И мы посмотрим, конечно, то, что я сейчас скажу, это очень неполиткорректно и очень неблагодарно. Люблю неполиткорректно. Но госпожа Меркель, другие европейские лидеры, это в прямом смысле вчера, они больше не соответствуют реальным сегодняшним. Динозавры. Ничего из того, что они делают, не соответствует ни интересах их стран, они еще и влияют на то, что вокруг. Это все ведет, я повторюсь, не только их страны, но и целые регионы просто к краху. Поэтому выход Великобритании из Евросоюза, вот такая нетипичная политика, выраженная в первых решениях Трампа, сегодня останет публичная информация о том, что для того, чтобы получать рабочую визу в США, придется давать зарплату для тех, кого ты приглашаешь, в пять раз больше, чем среднестатистическому американцу. Это, кстати, японский принцип борьбы с миграцией. Они очень легко это решили много лет назад. Они просто утвердили закон японцу, согласно которому, если ты хочешь пригласить любого иностранца, тебе абсолютно никто не мешает. Правда, он будет стоить тебе где-то в 20 раз дороже, чем японец. И только в том случае, если это на самом деле выдающийся персонаж, скажем, программист, экстраклассный. Когда ты должен платить в 20 раз больше, чем японцу, то это все перестало просто иметь смысл. То же самое сейчас. Вот мы узнаем сегодня-завтра, это будет публичным решением. И, конечно же, все эти рабочие визы перестают работать. А вместе с другими процедурами, которые сейчас будут введены, касающиеся ограничений въезда в мигрантов, и вместе с бизнес-процессами, значит, вы видите, что он делает невозможным строить уже заводы, скажем, в Мексике или в других местах, и ввозить беспошлино или с маленькими пошлинными автомобилями. Это все будет развиваться. Я понимаю, что Трамп идет по пути протекционизма, раз, своей страны во всех направлениях. И он будет делать это жестко, грамотно. Его основная цель, как он сам и заявил, и мне кажется аналогичной, что он таким образом пытается поднять или восстановить экономические процессы в самой стране. А говоря жестко, спасти? А так как внешний долг и цифры, которыми разбрасывается США... Назови их, пожалуйста, чтобы наши... И цифры, которыми разбрасывается США по всему миру, а военные базы, военные сами по себе, участие в конфликтах, разные там крейсеры и авианосцы... Ну, скажем, за 8 лет Обамы... Назови, чтобы наши соотечественники и циферки послушали. Я точную цифру не могу назвать сам, потому что они разные, но... Они разные, но, грубо говоря, с 10 триллионов до 20 за 8 лет удвоение. А чтобы мои дорогие соотечественники и твои дорогие телезрители понимали, что это такое, то 1 триллион – это не что иное, как 1000 миллиардов. Это 1000 раз ограбить Молдову по 1 миллиарду. Впечатляет. Просто США уже... Это один только триллион. США уже больше себе объективно не могут это позволить. У них нет этих денег. Ресурсов. У них и раньше их не было. Просто это была безответственная политика Обамы и тех людей, которые за ним стояли, которые пытались за счет других каким-то образом подправить ситуацию. Не самим решить проблему, а сделать так, чтобы у вас было хуже, и таким образом мы сравнялись. Я уже не говорю про другие планы, которые были под дестабилизацией целого региона, к чему это все могло привести. И слава богу, что это не произошло. И поэтому Трамп, как опытный человек... И бизнесмен. Бизнесмен. А он работает цифрами. Это будут очень непопулярные меры. Именно поэтому сейчас протесты во всех странах. Но непопулярные не у людей. Мы с вами же... Для нас с вами будет странно, если нас сегодня пригласят попротестовать против Трампа. Я думаю, вы не пойдете. Такой умный мужик. Нет, а в принципе вы не пойдете. Причем здесь Трамп... Нет, дело в том, что я не поверил тем картинкам, которым пугают им детей. А вот это именно происходит сейчас целенаправленная кампания от тех группировок финансовых, политических, которым он наносит сейчас масштабные удары один за другим. И на будущее перекрывает кислород. В прямом смысле этого слова. Чтобы было невозможно заниматься больше таким видом политики и бизнеса. Поэтому он дальше будет встречать большое сопротивление. Для нас основной любопытный элемент. Для нашего региона, конечно. Это разговор с Путиным. Встреча с Путиным. И решение, которое будет принято по Украине. Очень интересно. Есть так называемая Вашеградская четверка. Мало кому из наших телезрителей об этом что-то говорит. Но Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Вот есть такая группа стран. Когда мы с тобой околачивались в МИДе, я помню, ты очень внимательно следил за этим и говорил мне об этом. Вот эта четверка стран сейчас очень странно, но она отличается от всей политики Евросоюза. В частности от Франции и Германии. Потому что именно эти четыре страны, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, очень приветствуют все, что происходит в США, решения. И особенно касающиеся миграции и защиты интересов. И это не так, что кто-то один сказал. Типа Виктор Орбан вышел из ряда. А просто чувствуется понимание этих процессов и чувствуется, что эти страны, им больше по душе вот именно такой вид политики, который сейчас происходит. Поэтому я абсолютно согласен с вашей формулировкой, что там был советский фильм «Свадьба в Малиновке». Мы на пороге грандиозного шухера. И сыграйте мне там, пожалуйста. Вот и играют. У меня тогда вот такой, Валерий, вопрос. Я в данном случае играю роль представителя наших телезрителей, соотечественников. Вот. На твой взгляд, знаю, что ты отслеживаешь все потоки информации, которые так или иначе касаются безопасности нашей страны. На твой взгляд, наши дипломаты, я знаю, может так надо помахать, у них есть какое-то ясное понимание того, что происходит? Или это просто вот это, во время Европы, шарманка Папы Карла. Они мне Буратино напоминают. На этом можно и закончить, когда вы сказали слово, у них есть понимание. Мы уже один раз, и не раз, вернее, беседовали о том, каково качество нашей дипломатии. Что у них голова? Ничего, конечно, приятного для себя, как для гражданина, я в этом не вижу. Мне бы хотелось, чтобы мы гордились с вами теми коллегами, которые есть. Я бы хотел. Но сегодня МИД не решает ничего, от них ничего не зависит. И они не только что сами по себе ничем не интересуются, но они объективно, вот в сегодняшнем виде, в котором есть, конечно же, во всех и других областях, но назревает необходимость, чтобы в этой структуре пришло новое руководство, потому что без нового руководства там не будет движения сами по себе, там это каша, и она сама вариться не будет. Нужны новые люди, нужны личности в первую очередь, в первую очередь, и которые не боятся принимать решения, которые понимают те процессы, которые проходят в мире, будут объяснять людям внешняя политика кого? Нашей страны. То есть тех людей, в том числе любого представителя, производителя сельхозпродукции, и заканчивая борзыми дядечками, значит, Штефан Чалмари один или какой там у них адрес, да, в правительстве. Поэтому личности, которые появятся, искренне надеюсь, мне будет очень приятно увидеть каких-то новых ребят, которые с новыми мыслями, взглядами, дерзкими и смелыми, потому что сейчас вот в этом водовороте, который начинается, только такие нужны, прекращается долгий и мучительный процесс, к которому уже многие привыкли. Никто дальше патронировать никого не будет. Спасайся, кто может. Хочешь, работай. Нет, не будет больше. Это я вам точно говорю. Указаний, флагов, кричите против Путина, а мы дадим вам денег. Говорите, что вы против России. Он Порошенко обжегся сейчас. Это все прошлый день, и кто еще этого не понял, ну вы, как всегда, в последнем вагоне. Но сегодняшний и завтрашний день, это совершенно новая эра, когда в прямом смысле каждый борется за себя, за свои интересы экономические и политические, и дерется как может. Не умеешь драться? Ну, будешь валяться, как обычно. Умеешь? Давай показывай. Вот мы тут и подходим сейчас вот к такому моменту. Вот я вернулся на днях с Международного конгресса в Риме, где обсуждались проблемы инновационного развития и так называемого устойчивого развития. У меня доклад звучал приблизительно так. Почему столь неустойчиво это устойчивое развитие? К сожалению, потому что все эти кризисы идут по нарастающей, к какому устойчивому развитию мы говорим. И вот не создается ли у тебя впечатление, что в США пошел раскол элит, в Европе пошел раскол элит, ну и как-то слабенько, худо-бедненько, ну и у нас пошел раскол в элитах и в головах людей. Вот я говорю о расколах элит, потому что картинки показывают элиты, дурят голову людям элиты, потому что элиты живут интересами, а массу кормят всякими символами, картинками, мифами и так далее. Не кажется ли тебе, что среди элит экономических, политических, культурных и так далее, наблюдается сейчас какая-то трещина пошла? Все очень просто. Те, кто привык к определенным схемам экономических преференций, доходов, бонусов, дальше как бы они привыкли и привыкли ничего не делать. Не надо быть, надо казаться. Они привыкли, как вы правильно замечаете, кормить какими-то бирюльками несуществующими, но это не просто всем надоело, а это уже все видят, что это не работает, и заканчивается только проблемой. Но проблема в том, что эти группы не согласны это прекращать. Они другого ничего не умеют. Если бы они умели, они бы сделали. И так как они ничего не умели, то в итоге их победили, например, в США, например, в других местах, на их место приходят понемногу, этот процесс будет чуть-чуть длиться, но приходят люди совершенно с другим взглядом. Мне, конечно, любопытно посмотреть, если у этих людей будет взгляда переустройства мира справедливого. Ну, с любой точки зрения, это всегда субъективная категория. Да, если у них, я не могу сказать, я точно знаю и понимаю, что приходят новые люди, которые отличаются от предыдущих. Во-первых, эгоизмом, во-вторых, государственным. Во-вторых, тем, что они будут концентрироваться на решении своих проблем. У меня есть моя страна, она сталкивается с большими проблемами. Меня ваши адские мучения на другом краю света сейчас интересуют меньше. И мои активы, судьба их зависит от моей страны. Совершенно верно. И поэтому концентрация всех ресурсов будет идти точечно по определенным направлениям. Для тех, кто привык, как в том числе и в нашей стране, ничего не делать, ничего не производить. Просто орать и играть под чью-то дудку. Орать в том смысле, когда им говорят, покричите на Путина или против России, и мы вам что-нибудь подкинем. Вот эти неправительственные организации. Кстати, что это такое? Загадка. Их ждет очень большой сюрприз. Вы же заметите, они исчезли сейчас. Прошлой ночью, как вы знаете, в Румынии были приняты определенные законы. Я вообще не берусь их осуждать. Это румынские законы. Хотите, амнистируйте ваших чиновников. Это ваше право. Не хотите и так далее. Но где сегодня все те люди, которые нам говорили, что Румыния для нас пример, и только так не надо, образец? Что-то их не слышно. Куда вообще в последнее время пропали все те, кто нам рисовали Румынию как крайне правую страну, направленную на ЕС и НАТО? Судя по работе тех, за кого проголосовало большинство румын, социал-демократов, они что-то не так думают. Вот эта группа лиц, люди на площади, они у нас понавыбирали, а сейчас они пропали. Таких ждет удар за ударом. Это все болезненно. Румыния, сейчас США. И у них вопрос, а что дальше делать? Против кого кричать? А кричать не надо больше никого. Самое интересное, заказчика на кричалке нет. Любопытный, конечно, фактор, все чаще звучащие заявления уходящих политиков, типа Меркель или Оландо, что нужно создавать европейскую армию. Меня это очень тема интересует, потому что, а как же НАТО? То есть, что будет с НАТО? А Трамп сказал, что эта контора изжила себя. Это Трамп сказал. И они, понимая это, типа будут создавать армию. Я согласен. А на какие шиши? Из каких соображений? Кто будет платить? Прибалтийские страны? Или Греция с Италией и Испанией? Которые в долгах, их совместный долг уже начинает приближаться к половине американского. На несколько поколений. Вот это создание опять иллюзий. А мы, а вы, а если мы... Нет, кстати, а с кем бороться, пацаны хотите? А самое главное, я хотел сказать. А теперь с кем бороться? Против кого? Армию вы запустили сами к себе. Без никакой войны. Просто взяли и запустили к себе армию, товарищей. Они у вас порядок наведут. Можно не сомневаться. Это мы сами все будем наблюдать. Орднон Губералис будет. В частности, в Германии. Это каждый день можно читать там новости. Какой там порядок. Но вот эти процессы, которые я нарисовал, а какое это отношение имеет к процветанию стран, повышению качества жизни людей? Устойчивому развитию. Или они уже не знают, что делать. Не только с иностранцами, но и со своими. Потому что везде растет безработица. Аппараты, роботы, техника, IT заменяют людей. И это не нужно. Это очень катастрофичные процессы. Рабочие места мы будем создавать? Робот не будет покупать этот автомобиль. Потому что, посмотрите, вот что я понял в этом конгрессе время. Там были в том числе и блестящие экономисты. Они говорят, пока капитализм выращивает не эффективного менеджера, а эффективного покупателя. Покупателя и потребителя, он жив. Но чтобы этот эффективный покупатель, потребитель, что покупал, ему что, нужны деньги? Значит, нужны рабочие места, где их взять. Замкнутый круг, потому что Запад идет по пути инновации и замещению человека автоматами. Запускает туда довольно приличное количество людей, мигрантов, которые работать в принципе не собираются. Они просто не собираются работать. Фрау Меркель нас пригласила на просьбу одного мэра городка помочь подместить улицы. Ну, сделать. И мы эти иммигранты нагло ответили. Мы гости фрау Меркель, они ваши. Она нас пригласила. Извини за это. Но они работать не собираются изначально. И интегрироваться никуда тоже не собираются. Они собираются там строить свою культуру и свою страну. Своими чайами. Немцы, французы, другие европейские нации в последние 10-15 лет они в среднем рожают по одному ребенку. В лучшем случае. А не будут затрагивать другую больную тему. Там вообще дети не рождаются. Смотри, что интересно. И насчет этой темы. Кто-то как-то пошутил. Говорит, в Европе один ребенок мало, а два много. А у иммигрантов, у этих ребят, так как от этого зависит количество воспомоществований и всяких платежей, то там чем больше, тем лучше. 6-8. И может случиться, как в Марселе. Говорят, 70-80% жителей Марсела, это уже марокканцы, алджирцы и так далее. Вопрос, что с этим всем счастьем делать? Вот с этим всем. И живут компактно. И с экономической точки зрения, все эти вопросы, на них кто-то должен отвечать. Но мы в публичном пространстве от прошлых, я их просто так называю уже, прошедших политиков, мы ничего не слышим. Почему? Не политкорректно было. Они не знают, что говорить. Нет, поэтому мы объявили это не политкорректно. И они не знают ни, что будет завтра, ни как с этим бороться. Они живут сегодняшним днем. Никаких радикальных мер никто не собирается предпринимать. И поэтому их всех, в кавычках, шокирует Трамп. То есть получается, что пришел этот слон в табачную лавку или в посудную лавку и сказал, говорит, ребят, вы что здесь делаете? Смотрите, лавка начинает гореть, а вы тут черти чем занимаетесь. Давайте тушить пожар. Он же спасатель. Он фактически Трамп, вот как я понял и беседу со многими людьми, которые что-то понимают, он фактически спасатель. Команда Трампа это спасательная команда. А их выставляет, вот смотри, прибегают пожарники, что-то где-то горит. Он начинает крючами где-то сбивать огонь, где-то выдернет лишнюю фанеру, где-то чего, он расчищает, потому что иначе это полыхнет все это самое. А ему кричат, вот посмотрите, он все разрушает, он рушит наши ценности и принципы, и так далее. Скажи, пожалуйста, в этой ситуации, как по-хорошему должно бы было вести себя руководство нашей страны, учитывая, что пожар перекинулся на сами США, да? То есть закон Бумеранга, он как действует? Что сначала? Что такое глобализация? Если помнишь знаменитое выступление Железной Терчер, Т-А-Н-Н-А, значит, there is no alternatives. Нету никаких альтернатив. Что она имела в виду? Свободное передвижение людей, идей, технологий, капиталов. Так это очень красиво все смотрелось, да? Капиталы, и все пошло. Куда пошло? К слабым. Пока они были сильными, они сметали все. Но случилось дальше, а дальше случилось вот что. Оказалось, что эти капиталы выгоднее где-нибудь там, чтобы работали в Гонконгах, в Китаях, в других вот этих тигров Азии и так далее, потому что платить своему американскому работяге или инженеру и так далее, накладно, правильно? А куда проще? Там все задешево. В результате деньги уплыли, технологии стали уплывать, рабочие места, самое страшное, стали уплывать, и вдруг они проснулись, говорят, так ребята, у нас кроме печатного станка и пары ржавеющих линкоров ничего не остается, надо спасать страну. Вот она, к сожалению, крутая правда. А Китай, а Индия, Россия стала подниматься, другие страны, вот, у которых ресурсная база и возможности современные, благодаря их же политике глобализации, приход технологии, идей много финансов, много чего другого, они стали подниматься. И вот теперь в этой ситуации, когда, наконец, бумеранг пришел, кто сейчас о глобализации больше всего говорит? Наш дорогой президент Китайской Народной Республики, Зенпин. Помнишь, он сказал, да здравствует глобализация, а Трамп фактически, как ты совершенно правильно сказал, он что приветствует, фактически это протекционист, назовем это. Он так и есть, это в классическом смысле. Без всяких разговоров. И теперь вот в этом раздрае, в этой турбулентности и так далее, ну вот, Порошенко, прискакал к нему Байден на прощание, кстати, Обама и Байден кабинет очень долго не покидали, да? До последнего. До последнего. И что-то нашептал Порошенко, ты парень, мол, смотри, это Трамп там, это все, ты держись нас. Вот Порошенко стал держаться их. Вот начебучил беды там, как всегда, на Востоке. Ты помнишь физиономию Меркель, как она рядом с ним стояла? Чуть-то я много счастья, но ее лица не видел. Значит, если мы, Молдова, не начнем решать наши проблемы с преднестровцами, с нашим югом, с севером, внутри себя, не начнем. Я думаю, нас ждут большие беды. И наоборот. Валер, ты видишь какие-то вот сейчас возможности, какие-то новые ходы? Я знаю, что ты по безопасности специалист, а все, кто занимается безопасностью, у них очень острый нюх на дым, на гарь, на проблемы, да? И хорошо знают, куда надо эвакуировать публику, куда уходить. Себя в первую очередь. Да, как ты видишь? Вот все видят, что вот там плохо, плохо, плохо. Но я знаю, когда перемены, всегда есть и возможности. Какие ты видишь для нашей, так сказать, внешней политики, внутренней? Я же говорил про Приднестровье сначала, а потом... Какие возможности открываются? На самом деле, очень прошел недавно, неделю назад, по-моему, был этот знаменитый экономический форум в Давосе. Может быть, дней 10 назад, это же не принципиально. И для тех, кто интересуется этой темой, я искренне рекомендую посмотреть выступление президента Китая. Это... Многое будет понятно. Это, конечно, очень необычно и одновременно объясняет, и суть тех процессов, которые были несколько лет назад, против чего они были направлены, объясняют роль Китая сегодня, как бы китайцы не шифровались, а это люди очень серьезные и очень скромные, но их сила и мощь, и их планы, вот, их взгляды на мир, ну, там шифровать их просто было невозможно. Там просто они на самом деле выходят. И насколько автоматически, то, что вы сравнили, это входит в разрез с полным подходом Трампа к протекционизму, к тому, что мы будем заниматься своим рынком, своей страной, экспансия на мировые рынки, дешевая рабочая сила и все эти ваши финты и ходы, которые проделывали уже лет 15, они нас больше не интересуют. Так, я читаю, что говорит Трамп. А в это время из Китая мы слышим совершенно противоположное. Да здравствует глобализация. Глобализация, открытые рынки, осваиваем, нужны... Открытые двери, свободные. Мы прекрасно понимаем, что ситуация поменялась. И Китай говорит об этом, потому что не только готовится, а уже там. Я часто рассказываю своим друзьям одну смешную историю, которая произошла, но она просто к нашему разговору. Евгений Максимович Примаков, он долгое время после исчезновения Советского Союза, он возглавлял службу внешней разведки России. Умнейший человек. А после этого он был назначен министром иностранных дел. И на первой пресс-конференции журналисты спрашивают. Господин Примакова, не получится, что вы столько лет в разведке, сейчас стали министром, что вы перетащите оттуда своих людей сюда. На что он ответил. Все, кто надо, уже здесь. Так вот, ситуация по Китаю. Все, что надо, уже скуплено. И все, что необходимо, уже есть. И это касается, кстати, не только Ирана, о котором мало кто сегодня разговаривает. И насколько масштабные возможности сегодня у Китая в этой стране. И не только по тем нефтегазовым проводам, которые в том числе участвуют страны. Но и серьезные земли, и серьезные территории, которые либо были скуплены, либо так или иначе принадлежат. И это завтрашний день сельского хозяйства. Или под контролем. Да, с которым мало кто в будущем сравнится. Я сейчас не хочу сравнивать, это совершенно некорректно, Китай и США, что сегодня кто-то сильнее или сегодня кто-то слабее. Но ситуация в корне поменялась. Экспансии сегодня уже будут заниматься другие, экономические. А Трамп в данном случае, он, на мой взгляд, имея в виду эти огромные цифры, долго, он понимает, что с экономикой США нужно что-то делать, с рабочими местами нужно что-то делать, с внутренней безопасностью надо что-то делать. И его можно критиковать, но мы видим шаги, которые он предпринимает. И ответственный, в отличие от многих политиков. Поэтому те, кто поймут, какие глобальные процессы происходят, мне кажется, что президент России в этом очень серьезно участвует и давно, и понял эти процессы. И пусть я не такой наивный человек, чтобы думать, что между Трампом и Путиным может быть безапелляционное понимание по всем вопросам. Это не так. Там тоже есть и будут всегда, потому что это экономические и военные интересы. И всегда будут свои разные. Но то, что они понимают стиль мышления друг друга, однозначно. И будут, я сильно надеюсь, что они будут соблюдать корректность в решении глобальных задач, потому что об этом идет речь. Есть уважение. Кто кого-то перетащит определенную территорию. Начало диалога, Валера, это уважение. Оно видно. Так-так изменим. Если это удастся, чтобы в решении, повторюсь, не чисто эгоистических личных интересов, вот тогда вот это то, что происходило до сих пор. Вставлять друг к другу иголки, торт под сиденье, плевать со второго этажа на лысину. К тому, что к делу это не имеет никакого отношения. Если всемирные проблемы глобальные, как терроризм, новые методы терроризма, которые нас ждут в ближайшее будущее, которые должны быть решены только глобально, занятость населения, вот это массовая миграция, потому что в разных местах планеты сейчас две большие проблемы. Либо перенасыщение людьми, либо перенасыщение людьми, которые не хотят и не умеют работать, либо масса территорий, в которых просто нет людей. Это тоже должно быть заполнено. Мы, кстати, находимся в этой зоне. Да, и помнишь Детройт, судьба этого гиганта? Конечно, гигантского производителя. Там такое впечатление, что собаки ходят по этому городу, бездомные и безвозные. У нас, конечно, никто не думает о проблеме демографии, о том, что любое изменение возможно только с людьми. То есть молдавские села, нашу страну могут изменить только люди. Как говорил мой мудрый отец в Царство Ему Небесное, он говорит, «Мои боицы, штик, ты пилу мястос фаши, куаминь, приуаминь, пентруаминь». Все на этом свете, сынок мой, делается. Только, говорит, с людьми, через людей и для людей. И больше никто не придумал ничего другого. И отсутствие людей, депопуляции в селах, честно, давайте скажем, а кто будет наводить там порядок, если там нет людей? В городах, которые, ну, нас там по пальцам пересчитать, а там кто будет наводить порядок? И что такое наводить порядок? Кто будет заниматься делом? А это ни вы, ни я, сейчас не поедем, скажем, в какой-то город, что-то там открывать, делать. Это должны сами люди на местах делать. И это было и раньше так, а сегодня, когда заканчивается, а это заканчивается. Может быть, сегодня мои слова звучат как-то для многих еще неправдиво. Но через полгода, год они уже увидят. Все эти гранты, все эти подачки, ни о чем. Все эти бумажки, писанина, это все закончилось. Все эти гражданские общества. Это никому не надо больше, чтобы тебе платили за то, что ты борешься с российской пропагандой, я говорю в кавычках, за то, что составляешь какие-то списки. У нас недавно составлялись списки по заказу центра НАТО. Возможно, вы видели, да, то есть молдавское поле информационное. И кто там свой, а кто чужой. Там можно умереть со смеху, потому что я уж молчу про качество. А для чего вам это? Что вы с этим делаете? Но они же этим занимаются, они за это платят деньги. У нас здесь кто-то всю эту информацию собирает, составляет эти списки. Кстати, я не вижу никого из защитников европейских ценностей, чтобы их удивляло, что составляются списки на идеологических врагов НАТО и Евросоюза. Но, опять же, повторюсь, на мой взгляд, это прошедший день. Тот, кто сейчас сумеет понять ответственность за себя, и политическую в том числе, тот может, в принципе, попасть в правильную политическую струю. А кто нет, очень плохие новости. Для меня хорошие, а для них не очень. Они будут просто сметены. Это никому не надо. Будет естественный отбор серьезных политиков в мире. Они в партнерах будут только с теми, кто занимается своей страной и думает о своих интересах. А они используются в качестве третисортного агента для того, чтобы повякать, и потом его выбросили. Поэтому можно посмотреть на политическую карту Европы, и какие партии сейчас начинают приобретать вес. И подниматься. Кому-то нравится, кому-то нет. Но везде в Европе начинается больше, все больше популярность правых и ультраправых партий, которые заботятся об интересах своих государств, не говорят наций. Вот в Германии растет, обратите внимание, уважаемые телезрители, на альтернативу для Германии. Есть такое движение. Он уже под 11% набрали. И набрал это за какие-то месяцы? Совершенно верно. За очень короткий срок. А Сара Вагентнехт, опять же, в Германии. И все, о чем эти люди говорят, это о защите своих интересов. Вот это тот эгоизм, о котором я говорил. Здоровый эгоизм. Но в современном мире он у меня ассоциируется с реализмом. Это так. Здоровый эгоизм. Это не я построил, и не вы капитализм. Конечно. Это я не участвовал в разрушении Советского Союза и в смене социализма на капитализм. Не разворовывал, не теребалил. Абсолютно. Но раз вы нам понаставили такие условия, и вы работаете, и нас заставляете в условиях капитализма, то настал этап, когда в капитализме каждый за себя. Ведь это так? Так. Вы так и говорили. Вам не нравится Маркс? Хорошо. Вы хотели конкуренции получить? Маркс. Жесточайше. С ним можно спорить, если кто-то его возьмется читать. Но в одном он однозначно был прав, что за прибыль в 300% нет такого преступления, на которое бы не пошел. Но это так. Мы видим вокруг. И больше того, я не думаю, что Маркс когда-то думал, что это его выражение будет проецироваться на международную политику. Но так оно и получилось. А учитывая, что он сам же и говорил, что политика из продолжения экономики, это вполне естественно звучит. Поэтому тенденция, и она очевидна, тренд, что в следующий год-два выигрыши оказываются те страны, которые заботятся о себе, точечно реализовывают свои государственные интересы и не тратят время на пустозвонство, которое больше никому не нужно. И самое главное, они делают то, за что сейчас критикуют Трампа. Трамп сказал, говорит, ребята, что за какой-то тихоокеанский какой-то догар... Все, до свидания. Что там за эти кагалы? Наты, шматы в сторону. Договариваться будем с каждой страной по отдельности. Субъект с субъектом. Только так. А у нас привыкли. А мы ассоциируемся. То есть, даже не в конторе, а в предбаннике до конторы, значит, бычки подбираем, докориваем за панами. То есть, мне кажется, Валерий, что хорошо во всем этом, что происходит, отрезвление голов. И, наконец, люди стали понимать. И если ты не уважаешь свои интересы, если тебе наплевать на родную страну, то тебе будет очень плохо жить на этом белом свете. И тогда у меня к тебе сейчас вопрос не только как специалисту по безопасности в широком смысле, но и как дипломату. Ты бы хотел вернуться в мир, когда-то мы с тобой, я говорю, там гастролировали. Неожиданно. Виктор Иванович, если в нашей стране в какой-то момент будут политики, и реально мы с вами их увидим, это видно открытым взглядом, которые начнут реализовывать государственные интересы нашей страны, они поэтапно, вот у них появляются решения, действия и так далее. Но, конечно же, я согласен в любой момент присоединиться к тем, кто что-то делает. При каких это погонах, званиях, должностях, это реально не имеет никакого значения. В сегодняшнем мире это на самом деле мало какое значение имеет. И поэтому, чем я, так сказать, могу помочь и в какой сфере, это вопрос решается, как у меня с вами разговор, так и с такими людьми очень коротко и быстро. Если есть взгляд на то, как реализовывать. И взаимопонимание. И у нас есть понимание этих, ну, конечно же, ну, конечно, почему нет? В любой момент можно разговаривать об этом. Но у нас тоже этот год предвыборный, он не самый лучший для развития. Потому что не определились у нас еще те силы, которые будут руководить Молдавией в следующие 4, а то и 8 лет. Уже есть наметки. Это очевидно. Какую роль будет играть партия социалистов. Это совершенно понятно. Есть партия, демократическая партия, которая сегодня у власти и не собирается уходить. Это тоже совершенно очевидно. Может быть, еще кто-то, но я не вижу. И вот каким образом построят формулу эти две партии или, может быть, другие лидеры. Еще раз повторюсь, я не отрицаю возможность еще появления, но мало. Я живу в этой стране, не вижу я, кто еще тут появится. Но Александру как-то не очень тянет. Ну, она никогда и не тянула. Это белый воротничок, это гражданское общество в честном виде. И мы видим это и после выборов. Ты понимаешь, какое гражданское общество? Наплодили у нас, как мух и тараканов, в этих гражданских обществах. И непонятно, ни на чьи деньги они живут, чем они занимаются. Да даже не это, Виктор Иванович. Они просто ни о чем. Ну, невозможно понять. Так, зудят, гудят. И когда надо, все начинают кричать, все они якобы западники. Как в известном фильме, Иван Васильевич меняет арфейсию, когда он говорит, вы меня неправильно поняли. Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь? Так и их. Они же ничего не говорят. Как же их о чем-то понимать? Полностью отсутствует любое место. Ну, мне кажется, что все-таки как-то определенные, мне кажется, беда нашей страны в том, что у нас нет четкого большинства на левом и четко на правом. Я бы был очень счастлив, если бы зачистили к чертям собачьим вся эта куча мелких партий, партий Дуцей, которые что-то там мельтешат, перепродают, что-то дают, уже было бы, наконец, вот четкое, ясное левое, четкое, ясное правое. И тогда вот такая система, у которой есть два полюса, вот это вы посмотрите, в Англии, в Штатах, где ни возьми, приблизительно чувствуется вот эта биполярность. И это создает устойчивость. А когда этого, как мусора этих партий, портидуции, непонятно что, я думаю, сложно. Я думаю, в этот год было бы неплохо, чтобы этих партий стало как можно меньше, чтобы определились лидеры. Время это решит. Иначе эти гимпу, шмимпу, опять... Нет, уже нет. Уже нет. Последнее слово за тобой. Уже нет. Последнее слово. Я почему сказал про этот год, который будет сложным для Молдавии, потому что он предвыборный. Но надеюсь, что те, кто сегодня на себя берут ответственность и собираются оставаться в молдавской политике еще определенное время, я надеюсь, что они просто по-здоровому, здраво оценят все свои глупости и ошибки, которые были сделаны, которые на самом деле являются очень позорными. Это так. Но раз они собираются оставаться в политике, ничего с этим не поделаешь, и собираются дальше быть, что они обнаружат, что мир меняется, и они смогут и нашу страну, так как они за нее берут ответственность, не противопоставлять в очередной раз и оставлять в прошлом веке в каком-то, а встроить ее, в хорошем смысле слова, в те новые возможности, которые есть, а значит, давать людям возможность здесь работать, не мешать им и больше не вмешиваться ни в какие пропагандистские, ненужные разборки между большими ребятами. Это был Валерий Асталеб в авторской программе «Позиция». Я думаю, что мы услышали сегодня много интересного и, главное, очень важного для понимания того, куда движется мир, и каково место наше в этом мире, и что нам необходимо сделать. Аришла о так называемом здоровом эгоизме. Этот эгоизм проявляется в заботе о своих семьях, о своей стране и о будущем своих детей. С вами была авторская программа «Позиция», и я ее ведущий Виктор Иванович Большимович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова